Всем привет, народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите Моджисплей канал, и давайте мы вместе с вами заценим довольно прикольную и простенькую, вроде как, казалось бы, игру под названием Egypt Old Kingdom. Это такая пошаговая стратегия, в которой вы будете возводить свою древнеегипетскую цивилизацию. В общем-то, игра выглядит довольно просто, как будто бы мы во флеш-игру будем какую-то играть. Но, с другой стороны, отзывы у неё очень положительные в стиме, по крайней мере, и давайте заценим, мне она прям реально по скриншотам понравилась и прям захотелось поиграть. Так что давайте начнём новую игру, я в игру играю впервые, не играл в неё ещё ни разу, тут даже экзамен есть. Так что давайте немножко подготовимся к экзамену, посмотрим, что это за игра-то такая. Так, режимы игры у нас тут есть, спокойное развитие, историческая кампания, сбалансированные работы и древние египетские боги. Тут ещё что-то есть, а я со всеми бонусами какими-то вижу, да, тут? Инопланетная Ига, что? Пришельцы поработили людей и заставляют производить для них ресурсы, что? Без испытаний, облегчённый режим, нет конца игры. Масштабная работает. Боги всемогущие, боги на самом деле существуют и оказывают огромное влияние на весь мир. Смертные люди мало на что годны. Мумия-апокалипсис, типа зомби-апокалипсис, да? Мир наводнён зомбными мумиями. Песочница, нет вторжений народов в море, нет конца игры. Каких народов в море? Так, ещё больше задач, большое строительство. И богов нет. А, так мы должны выбрать, да, типа режим? Так, хорошо, то есть у нас 4 настройки, если мы должны их выбирать. Так, спокойное развитие, ну хорошо, пусть будет спокойное развитие. Историческая кампания, без испытаний, нет конца игры. Ну пусть всё будет стандартно, я первый раз играю, поэтому я, эээм... Не знаю, там, Аутарх какой-нибудь. Меня зовут Аутарх. Интересно, есть такое египетское имя или нет? Так, выберите пролог. Как мы сюда попали? Да хрен его знает. Организованное поселение. Вынужденное переселение. Выживание. Рай на земле. А, это ресурсы, да, насколько щедрых боги. Земля порядка. Ад на земле. Ля, классно, блин, можно будет на стримах, наверное, эту игру пустить и поиграть с разными настройками прикольными, там, с инопланетянами. Отлично. Ладно, поехали, начнем всё-таки игру. Офигенно, блин, посмотрите, тут даже есть всякие зомби, ну типа мумии, да, местные, пришельцы. Я, на самом деле, думал, тут будет просто такая, знаете, градостроительная стратегия в сеттинге Древнего Египта. А тут вон, ля, как прикольно всё. Ещё и анимировано всё. Так, новое поселение. Мы организованно переселились в новой земли из Верхнего Египта. Это место оказалось отличным для нового поселения. Чтобы заслужить своё право на эти земли, боги велят нашему племени расти. Так, надо увеличить племя до пяти человек, или там, просто до какого-то показателя пять. И дадут нам ресурсов. Молоточки и пшеницу, да. Так, в этом районе можно добыть еду. Передвиньте сюда рабочего. Ага, я понял, то есть так это работает, да? Так, обучение пищи. Пища один из важнейших показателей в игре, ну понятно. Так, и теперь закончим ход. Давайте, тут небольшое обучение сейчас будет вначале, чтобы мы вообще поняли, как в это играть. Так, настало время разведать округу. Передвиньте сюда рабочего. А у меня есть рабочие вообще? Так, это наше задание, это обучение, да-да-да. А, на ВСД можно крутиться, хорошо. А где мои рабочие? А, то есть у нас один работяга и всё, что ли? Так, разведка через два хода будет, хорошо. То есть мы немножко создали еды и всё. У нас достаточно еды, чтобы создать рабочих. О, давай. Всё, а ты давай на еду. Отлично, еда у нас в нуле. Порча какая-то. Что за порча, я не понял. Так, продукция. Блин, а прикольно, то есть здесь даже карта здоровенная. Ляка классно всё. Я на самом деле не ожидал, что игра будет настолько прикольной. Так, разведана новая территория. Население. Важнейший показатель в игре, чтобы создать большое племя, надо накапливать излишки еды. Хорошо. Новая территория разведана. Разведчики приносят важную информацию о соседних землях. Можно и камеру крутить, кстати. Ляка прикольно. Это как цивилизация в каком-то плане. Нужно создать поля для увлечения и передвините сюда рабочего. Хорошо. Наша рабочая добывает данный ресурс. Ага, то есть здесь у нас больше молоточков даётся. И чуть-чуть еды, а здесь дофига еды. Классно. Так, можем сделать улучшение, вижу, да? Зерновая поля. Давай, то есть за молоточки мы строим, да? Это продукция наша. Отлично. То есть мы сейчас немножко увеличим приток еды через какое-то там время. Через один ход, да? Ляка классно. Так, можно распустить рабочих. Блин, то есть тут есть территория для разведки. Это, знаете, мне сейчас напоминает игру Норсгард, если вы в такую стратежку играли. В Норсгарде было нечто похожее. Наглые гиены. Голодные гиены, заколдованные злыми духами, пришли в наше поселение. Они воруют нашу еду и пугают своими демоническим смехом. Хоть и остаются слишком трусливыми, чтобы нападать на людей. Надо чё-то предпринять. Где они? Здесь? Двенадцать. Ещё убытки нам несут. Ё-моё, а чё с гиенами делать-то? Обучение животное. Окружать египтян посюда является важной частью их жизни. На животных можно охотиться, кассовету прокормить животных. Наверное, помните ваши отношения. Понятно. Мне надо, наверное, какого-то работягу сделать, да? Который будет разгонять их. А-а-а! Мы типа можем прям кликнуть и выбрать, чё делать. Прикормить. Приручить. Гиен приручить можно? Серьёзно? Поклоняться. Атаковать. Хм. Давай попробуем атаковать. О, отлично. Гиены истреблены. Е-е-е. Так, и надо этим проклятым шапкам. Так, культура и открытие. Культура это различные знания об окружающем мире, подарённые богом Тотом. Когда культура становится в достаточно большом количестве, можно совершить прорыв и сделать открытие. Блин, это как цивилизация, что ли? Ну, открытие делать жизнь лучше. Сделайте открытие. Это тут, да? Ва-а-а! Блин, офигеть, как же много всего в этой игре. Это реально цивилизация какая-то. Древнеегипетская. Так, это изучено, это изучено, это изучено, это изучено. Так, можем изучить приручение кошек. Косметика. Очень нужная вещь. Ремесло. Ремесло. Давай, наверное, ремесло изучим. Пока что, чтобы у нас было больше производства. Отлично. Так, тут у нас кушание делают, а мы можем ещё что-то, да, сделать. Здесь можно глину добывать. Хорошая глина, прирост 50%. Класс. Так, ну нам нужно, наверное, работяга, чтобы проводить разведку. Так, холмы. На холмах можно тоже что-то построить. Мастерские. Казармы. Чё, тут воевать можно? Ляка классно. Вырубить все деревья. Зачем? Единоразово даст ресурсы. Не, ну единоразово это неинтересно. Нам надо в долгосрочной перспективе сидеть. Первый контакт. Люди пшеницы. Нас обнаружили люди племени пшеницы. Указали на свои земли. Народ этого племени оказался нейтрален к нам. Ага. А, ну блин, это реально цивилизация получается в каком-то плане. Так. 10,5 еды надо потратить, чтобы создать группу рабочих. Блин, ну нам нужны рабочие, нам нужны разведчики. Сейчас бы разведчиков задел, чтобы они просто разведку производили. Так, почтите культ. Хаппи, сет, хор, птах. Тут их дохрена, этих богов или кого там, да? Прирост еды. Защита от двух обычных плохих событий. Прирост культуры. Прирост производства. Давай, наверное, два плохих события. Он нас будет защищать от этого, получается? Будет клёво. Так, у нас минус армия идёт. Старение. Роскош, ля, роскошно-то как. О, можно человечка заделать. Начните отношения. Да подожди, я бы работягу создал, чтобы он пошёл, например, сюда разведку сделал. Так, какие отношения? Придвиньте сюда рабочие. А, ну давай. Попробуем поотнашиваться, да? Так, боги велят начать отношения с нами. Нажмите на иконку пшеницы. Выберите любое действие. Подчинить. Совершить набег. Торговать. Улучшить отношения. Осмотреть. Аннексировать земли. Блин, реально это цивилизация парни. Давайте торганём пока что. Блин, я хотел разведку сделать. Нафига, блин. Просорвал работягу одного на то, чтобы сделать. Ну, хотя, возможно, это даже нам будет плюс, да? Больше будем ресурсов получать. Вот армии у нас вообще никакой сейчас нет. Создать инструменты. Так, что мы можем сделать? Тут леса есть. Можно вырубить немножечко камня. Давайте мы, наверное, тут заделаем что-то типа... Казармы, может быть, заделаем. Может быть, как раз-таки казармы и будут у нас... Так, лимит у нас 5 человек, да? Можно дома заделать, кстати. Дома тоже довольно хорошая штука. Типа, можно сделать дома, и у нас будет... Так, содержание, минус 1 молоток. За каждый дом, я так понимаю, да? Нет, тогда пока что в этом смысла нет. Вот, можно улучшить. Исследование сделать. Давайте открытие. Так. Дикие кошки стали частью жизни людей. Классно. Развитие местных культов. Давайте, наверное, кошаков сначала зайдем, чтобы больше хавки было. Вот, плюс 2,6. Вообще класс. Так, разделение проиндоевропейского народа. К причерноморско-каспийской степи начинается разделение племен носителей единого проиндоевропейского языка. Со временем эти племена расселятся по всему миру и создадут новые цивилизации языками, которые становятся английский, индийский, русский, иранский, немецкий, греческий и многие другие. Блин, смотри, игра еще меня обучает, ни хера себе она историю дает. Классно. В зависимости от выбранного в прологии покровителя города вам будет помогать один из трех богов. Так, хор или сет. Пожди, 4 же вроде, нет? Да, уже было 4. Каждый бог дает уникальные бонусы и действия. Часть из них доступна всегда в нижней панели рядом со зданием рабочих. Да, я видел. Помните, о них используйте сильные стороны покровителей. Хорошо. Так, приручение кошек. Прирост за каждый... А, это за каждый ход. Типа оп, и плюс 1 у нас будет, да? Круто. Так, цветение саванны. Обильные дожди напоили саванну, и она расцвела. Вода отдала жизнь земле, земля растениям, растениям животным. Еее, 5 ходов у нас будет кушание. Так, а вы нам, типа, тут улучшаете отношения, да? Дома, земля предков. Бля, они тут уже дома построили, бля, какие жесткие. Мы тут торгуем с ними, все отлично. А вы такие внезапно... Опа, набег делаем. Вы, видите, можно было правильно так сделать. Так, что нам для человечка надо? 11. Ну, скоро будет. На холмах надо бы что-то заделать. Может, мастерские? Ля, можно сразу кладбище делать. Ничего, мужики, только появились в этой земле, сразу умираем. Вместе с изготовлением предметов массового потребления. Прирост производства у нас будет довольно крутой. В принципе, хорошая тема. Еще и прирост роскоши, да? Давай сделаем тогда мастерские. Будем ремесленниками жесткими. Будем кузню тут мира делать. Светение саванны. Это понятно. Можно как-то отменить это? А, или подожди, это типа все эффекты, которые я сейчас вижу у себя, да? Уничтожена акация. А, это на месте акации делается. Блин. Ладно. Ничего не поделать. Так, культы. Благословение активно. Можно опять его почтить, типа, да? Давай прирост жратвы сделаем еще. Войнат. Так, о, ля. И у нас город появился. Ля, как круто. Порча. Часть ресурсов подвижена износу. Порча или просто потихоньку разворовывается. Вам невыгодно накапливать большое количество этих ресурсов про запас. Это ты про вот эти три ресурса первых, да, получается? Не, ну я понял. Больше не буду делать. Сейчас вот работяку заделаю. Хочу сделать разведочку. Давай сюда. Пусть занимается разведка. Нам она очень нужна. Так, что у нас тут? У нас тут совместный ритуал. Вождь желает получить поддержку богов племени Пшеницы. Укрепить с ними связь. Они спрашивают наших богов. Как они отнесутся к совместному с чужими богами ритуалу? 47% всего шанс. Помолиться, просить богов о помощи. Отказать. Ничего не произойдет. Нет, давайте, наверное, нет. Наверное, я как бы нет. Так, разведочку давай сюда. Так, у нас тут еда и производство. Тут, по сути, поля. На, ну, холмы. Нормально. Так, можно сделать исследование. Давай как косметику, раз нам ее дают. Типа, будет роскошь расти. Ля, как круто. Ух, ни хера себе. Ля, какое место хорошее? Тут антилопы есть. Отношения плохие с антилопами. Чертовы антилопы. Надо с ней подружиться. Так, ну, может быть, мы начнем тут что-то добывать. Так, приручить пока не можем. 10 жратвы надо. И отношения нужны хорошие. Поклоняться. Хм. На камне ничего не можем пока делать. И тут можем, опять же, задержать жрачку или еще что-нибудь. Давай тогда антилопам пока будем поклоняться. Типа, о, богущие антилопы. А потом мы их такие, оп, и в стойло. Вот будет клево. Так, с вами-то что у нас? Я какую-то кнопку нажал. А, типа, убрать, да? Торговля, торговля, все нормально. Отлично. Так, цветение завершено. Глянь, как хорошо все идет. Норма, спи вас. Так, создать инструменты. Попросить птаха помочь создать лучшие инструменты. 1 раз 2 плюс 10. И убытки 10 жратвы. И 1... Богоугодность. То есть мы можем попросить сделать продукции немножечко, да? Так, давай работяг создадим. Так, новое поселение. Миссия выполнена. Наше племя прочно освоилось на новых землях. Так. Ассимиляция с соседями. Для построения порядка и стабильности боги велят смешиваться с местными племенами, чтобы между нами не было противоречий. Ускорить ассимиляцию через взаимоотношения с племенами. 350 родов в единую культуру. Мирный и военный. Можно либо подчинить, либо торговать, да? Хорошо, я понял. Ну попробуем. Попробуем. Так, давай разведку сюда сделаем. Нам территории новые нужны. Тут мы пока что молимся этим... Антилопам, господи. Антилопам молимся. Ё-моё. Давай молотки будем почитать. То есть мы периодически меняем богов, да? Так. О, плодородные земли. Класс. Зерновые поля. О, это надо. Это тут надо делать. А поля льна. Это хорошая штука. Жрачка, в принципе, тоже была бы, наверное, неплохо. Эти поля производят больше еды, чем любые другие в мире. Вот это тоже нужно, да. Давай лучше жрачку заделаем. Классно. Больше жратвы. Это значит круто. Так. Нам теперь надо... Вот сюда, наверное, будет работягу отправить. И там построить дома. У нас нифига не хватает домов. Так, глина, камень. А, хотя мы можем тут поставить, да, дома? Стадо антилоп неручные и переместятся из этого района. Ага. То есть если мы, типа, пока что не укрепим с ними отношениями с антилопами, да? Неприручим их. Ни в хрена не произойдёт. То есть мы их не можем... Ну, не сможем в себе их забрать. Так, хорошо. Можно ещё создать работягу. Коварство сета остановлено. Сет захотел послать нашим людям очередное испытание. Но его магия оказалась бездейственна. С нашими людьми не произошло ничего дурного. Вот это хорошая... Вещица. Так, давай сюда. И нам тут надо построить дома. Плюс четыре человека. Давай домики сделаем. Нам надо где-то жить. Так, окей. Можем дальше смотреть, что можем делать. Развитие местных культов. Коллективные работы. И примитивная армия. У нас, кстати, с армией вообще есть проблема. Надо изучить армию. Типа, чтобы у нас плюс шло. Это открытие. Так, армия. Если вы хотите поживиться за счёт соседей. Или же просто защитить себя. Вам пригодится армия. Для создания войск нам надо будет построить казармы на свободных холмах. И начать тренировки воинов. Помните, солдаты тоже стареют. И им нужна замена. Примитивная армия. Это хорошо. А это нам всегда пригодится. Давай пока что подождёмся дома. Так, во, поля готовы. Отлично. Поля это всегда круто. Так, тут ещё 2-3 хода. Только боги знают, что тут находится. Надо, наверное, вот сюда переместиться. Там у нас вроде вода, да, речка какая-то. Мы типа через речку с этими народами живём. Так, у нас производство в минус уходит. А, строительство потому что идёт. Ну да, логично. Так, следующий ход. Ля, какой дом у нас здоровый. Круто. Так, плюс народ. А, теперь надо 12 жратвы, чтобы было всё круто. Так, антилопы учётом как? Так, себе пока дела идут. Так, можно людей отсюда переселить, да? Типа идите нахрен отсюда построили дома. Давайте их оставим. Так, следующий ход. Благословение Птаха. У нас сработало опять, да? Ассимиляция с соседями. 320 у нас уже. То есть из-за торговли у нас у неё ассимиляция. Круто. Сейчас будет 314. Подожди, что? А что уменьшилось? Плюс 6 родов за каждый ход. А как это бы увеличить? Дай-ка подумать. Нейтральное отношение. То есть надо, получается, всё ещё отношение улучшать. О, плюс 20. Плюс 20 рода. Отлично. Давай улучшать отношение тогда. Нам именно это и надо. Так, следующий ход. И тут у нас есть открытие. Во, это тоже нужно. Так, прирост есть. Воля богов. Давайте коллективная работа, а там потом пойдём. Тупо будем по списку идти. Так, культы. Давай молоточки немножечко увеличим. Тоже пригодится. И работягу сделаем. Работяга нам пригодится для того, чтобы открывать местность в округе. Давай, один ход всего лишь. Тут вот откроем. И надо будет, наверное, вниз идти или вверх. Даже не знаю. Тут везде. Мы, кстати, очень хорошее место у нас стартовое, да? На холмах. Прям построились, расстроились. Всё круто. Так, да, тут морские места. Так, теперь язык наших соседей не набор бессвязных слов. Мы научились понимать друг друга. Прогресс 20% в ассимиляции. Круто. У нас правда роскошь. Херится. Нам надо как-то роскошь повышать. Так, антилопы пока хернёй занимаются. Так, река. Шанс гибели работяги в этом и соседних районах 6% каждый. Косяк рыбы. Отношения плохие. Блин, господи, что мы с рыбой отношения должны делать? Что за бред? Какого хрена? Блин, ну 6% шанс. Довольно высокий, кстати. Можно охотиться. Истребить всех крокодилов. Не, крокодилов я бы перехерачивал. Хотя. Вот если мы приручим крокодилов, и чё? Плюс 3 отношения каждый. Плюс воля богов. Давай крокодилов перифигарим нафиг. Ну, блин, это опасно. Крокодилы, ну, я не знаю. Все крокодилы истреблены. Отлично. Ну, нафиг нам нужны крокодилы? О, сэд захотел поставить нашим людям испытание. Пошёл нахер сэд. Отвянет нас. Так, вот с рыбками можно подружиться. 12% отношения плохие. Ну, а давайте тут жратва. Будем жратву добывать и богоугодность, так сказать, немножко. Так, нам бы надо немножко роскоши. Вот совсем чуть-чуть бы не помешало. Так, нейтральное отношение. Сотворить шедевр. О, 30... Блин, 30 молотков. У нас мало молотков. Я столько не могу себе позволить. Но в случае, если, когда он закончится роскошь, она закончится рано или поздно. Да, будет клёво. Надо будет это делать. Так, у нас ещё благословение птаха есть, да? Прирост, прирост. Хорошо. Пока что идём нормально. Так, и давай вот ещё развитие местных культов заделаем. Изучаем. Хорошо. У нас откроются следующие ветки исследований. Блин, да какая классная игра, оказывается. Такая вроде простая, но увлекательная. Наши местные боги признают друг друга. Этсуис расположит местных духов в нашу пользу. 40% ассимилирован. Долг перед предками. Следующее поколение предков правителей отправилось в царство мёртвых. Долг живых теперь почтить и кормить их, чтобы они молились всему живому. А, точнее, помогли всему живому. Помимо этих предков, нужно не забывать про предков их предков, а также родоначальников богов. Блин. Минус один богогодий. А у нас вроде нормально, да? Да, нормально. У нас в плюс, пока мы выходим. Отлично. Так, 13 жертвы надо. Но это будет не скоро. С жертвой у нас проблемки. Опа. Новые боги. Содержание гробниц. Ага. Эффект негативных событий минус 30. Сила врагов. Минус 10. Ну, как-то так себе пока. Давай жратву пока. У нас еды мало. Что-то как-то по плюс 1,5. Ну, что это за бред? Как-то маловато. Больше надо кушания, ребята. Больше. Так, нас обнажили люди племени мухи. И указали нам на свои земли. А вы где? Ох, ни хрена себе, вы далеко. Что-то как-то так у вас себя. У вас как-то так себе пастбище. Независимый народ охотников и собирателей. Ну, тут продукция хорошая. Ну, блин, они прям на горах живут. Капец, как гордые козлы сидят. На своих горах. У нас вообще идеальное место. Рядом с речкой. Вообще класс. С комфортом, так сказать, живем мы. Так, что с этими антилопами дурацкими? О, можно попытаться... Не, пока не можем. 100% надо, ровно 100%. С рыбами договориться надо еще. Какие нахрен рыбы? Река, дающая... Река Нил, да? Течет здесь круглый год. Хорошо. Поклонение косяк рыбы. Ну, можно просто не поклоняться, типа, охотиться на рыбу, да? Но толк от этого. Типа, если мы будем поклоняться рыбе, я так понимаю, она жратва будет нам давать. То же самое с антилопами. Типа, если мы их приручим, то будет жратва. Ну, с рыбами, правда, блин, приручение рыб, что? Ну, испытание начнется через 5 ходов. Понял тебя. Ну, у нас вроде ресурсов хватает на все. Уравнивание технологий. Наши боги обмениваются знаниями и позволяют нам изучать тайные знания соседей. Так, засуха. Ох, ёб твою мать. Несмотря на наши молитвы, боги отвернулись от нас. 4 хода надо потерпеть. Ну, мы в ноль пока уходим, вообще отлично. Так, что идем дальше? Гробницы стали большим шагом сложной погребальной архитектуры. Изучение языка как культуры соседей позволило ближе с ними взаимодействовать. О, жратва. Инжир. Ля как клё. Давай инжир. А хотя подожди. Свиньи стали дополнительным источником мяса. Вот это нам нужно. Изучаем. Нам в засуху надо в жратву выходить. Иначе будут проблемы. Так, и поклоняемся мы. Давай, наверное, чтобы отводили события плохие. Да, давайте. Нафиг нам эти плохие события. У нас и так все хорошо. Нам жить надо еще. Развиваться. Соседи тут ассимилировать. Что-то 87%. Нормально. Антилопа 78. Пердим, сидим потихонечку. Блин, жрата все равно минусухой. Да что ж такое-то? События. Какие события? Что за бред? Так, а насчет людей. Ну, не скоро. 13 жратвы надо, да? Блин, надо срочно где-то еды взять. Нам надо с антилопами и с рыбой подружиться. Как бы это тупо не звучало. Так, ассимиляция 80%. Класс. Сидим дальше. О, дождик пошел. Эффект завершен. Отлично. Мухи одной из сильнейших племен в округе. Они считают, что все несчастья происходят из-за нас. Они объявляют себя хранителями древних традиций и подговорят остальных объединиться против нас. Так, они, короче, что-то не очень хорошо от нас отзываются. Уверенные в нашей вине против нас действует народ мухи. Нам нужно что-то сделать с этим племенем до того, как все объединятся против нас. Надо бы, наверное, их, это, отмудохать, не? Как вы думаете? Может, отмудохаем их? Давай, инжир. Я думаю, надо их отмудохать за такое. У нас 19 военной мощи, армия хорошая. Казармы, правда, нихрена нет. Нам бы вояк. Ну, мы, наверное, в принципе, еще сделаем. Культурное отторжение. Отношение хорошее, в принципе. Нам насрать. У нас чуть-чуть осталось ассимиляции с соседями. Пусть идут нахер. Так, 30 молотков. Блин, много. Я не хочу столько молотков тратить. У нас минус 0,3 роскоши. Мы живем без роскоши. Хочется прям процитировать этого строителя из генералов. Синзи Дженералс. Китайского, это, китайский бульдозер. Будем жить в роскоши. О, работяга появился. Или кто это? Помощь Птаха. Войны в Верхнем Египте. Вождество Абидоса, Амбоса и Иераконполя вступили друг в другую вражду. Да, и срать я хотел на них. Если честно. Так. Где там у нас один ход был для разведки? Вот, давай, один ход разведаем. Потом пойдем с мухами этими дурацкими воевать. Че они себя вообще позволяют? Так, молоток 0. Порча. Мда, весело нам. Опа. Ускорение дел. Нужно что-то предпринять по имени мухи. Военная угроза. Самые нетерпеливые воины народа мухи решили атаковать нас с целью изгнания нашего племени. Это тот, что ли? Под атакой. Слышь? Это наши воины, да? Ну, идите от мудоха этих, я не понял, вы че? Ко, хера. Помощь птаха. Спасибо. Кочевник ищет новый дом. В пустыне Сета неуклонно расширяется, и многие люди покидают свои земли в поисках нового дома. Очень большая группа пришла к нам и просит остаться. Ну, даже не знаю. Но, в принципе, давай. Так, мы помогаем обездомленным странникам из пустыни устроиться на новом месте, понять наших богов и начать благодарить их за милость. В случае поражения минус один, у них двенадцать против наших двадцать один. О, у нас больше народу. Под атакой. Хорошо. Атакуйте этих тварей. Так, у нас три работяги есть. Отлично. Мы их можем потратить сейчас на разведку. На разведку и, наверное, на атаку. Не, у нас мало народу. Не, мы тут ничего не сделаем, к сожалению. Давай назад. Они довольно сильные. То есть на базу у них нападать как-то такое себе дело. Тяжко, тяжко. Так, давай тут разведку лучше сделаем. Лучше поразведываем. Так, решение максимум рабочих. Да, вроде нормально. Какой максимум? Все отлично. Так. Многоязычие. Изучаем. Поклоняемся божествам, которые отводят нас от всякой херни. Так. Подготовка к битве. Нетерпеливые войны народа. Мухи изгонят нас с наших земель. Прогноз легкая победа. Драться. Агрессивная тактика. Атака. Мочить, 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 мочить. Давай, 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 мужики. Души этих ублюдков. Бля, тут даже военные конфликты есть. Охренеть. Какая же прям прикольная игра на самом-то деле. Отношение соседей к племям плюс два. Развитие племени мухи дополнительно минус двадцать. Истребить этих ублюдков. Тварей просто. Да. Как шакалов. Уничтожили. Так. О, тут можно жратву добывать. Давай. Плюс один и два. Разведку сюда давай. Так, тут что у нас? Болото. Нельзя что-то строить. Зато у нас тут есть высокий папирус. И что он нам дает? Можем вырвать его. Ну, в принципе, смысла пока не есть. Типа, есть жратва и есть... Опа. Плодородная поляна. Слышь, давай на плодородную поляну лучше. Так, у нас тут есть дичь. Вкусные ягоды и фрукты. То есть можно их собрать. И можно построить здесь зерновые поля. Птицы не уручные переместятся из этого района. Да. Надо тогда с птицами наладить отношения. Ладно, пусть пока так будет все. Что у нас тут с антилопами эти дебильными? Давай приручать их уже. Ну, сколько можно? Так, рыбу вы там тоже подружились с рыбой? Сука, с рыбой дружить. Это прям вообще жесть какая-то. Так, окей. Тут у нас тоже плодородная земля. Нормально, можно добывать жратву. Поехали. И тут надо бы, наверное, зафигарить поля. Да. Давай, поехали. Блин, клевая игра, кайфовая. Я прям сижу и немножко кайфую от нее. Она очень простая. Так, найти врага. Они решили нас атаковать. И чё? Оборона 21. А если мы отправим своих ребят? Наших 18. У них 16 против наших 18. Да давай совершим набег. У нас больше. Числом задавим, так сказать. Своей массой. Так, помощь птаха. Хорошо. Тут жратва есть. Всё нормально. У нас производство страдает. И роскоши нихрена нет. Давай, роскошь. Всё, появилась немножко роскошь. 15. Так, нам надо с этим ассимилироваться как-то, да? Вы там скоро это сделаете или как? Потеря этой земли уничтожит племя. Земля предков. Чё там осталось? 41 человек. Давай, чуть-чуть осталось. Опа. Подготовка в битве. Давай, лёгкая победа. Давай, защитная тактика. Нас больше, мы числом задавим. Капец, вот и война есть. Вообще, классная игра, как я сказал. Вообще, офигеть. 100% мы постримим её. Разочек, так это точно. Потери. У нас один, у них 8. Истребить нахер этих уродов. Воины-мухи были истреблены. Е! Сосать. А, это эти воины-мухи? Подожди, это они на нас напали, типа, блин. Я думал, это мы у них прям на базе всё разнесли. Так, чё там с отношениями? Как поставить ваши отношения, ребят? 84. Надо было улучшать. Улучшать отношения. Вы сами понимаете, что не будете с вами дружить, будет всё с вами как с мухами. Короче, будете истреблены. Испытание провалено. Потери один каждый ход. За что? Это, типа, испытание было насчёт того, что, типа, вот... Типа, вот... Давай как-то с мухами решай чё-то. То есть мне надо было, по идее, пушануть на них и надавить? Или как? Блин, хреново, что я не вижу отношения с этими ребятами. Так, 35, ещё чуть-чуть осталось. Так. Даться, используя хитрость. Стенка на стенку. Блин. Вражеский военачальник убит. Ну и чё, мужики, пушьте. Военачальник сдох, вражеский. Давайте урон армии больше. Давай-давай-давай-давай-давай. Наши войска колеблются. Защита тогда. Мы можем победить. Враг теснит нас. Защитная тактика. Сидим. Давай-давай-давай. Отбиваемся. Блин, нас меньше. Но мы сильнее. С нами бог. Тот. Тот самый. Ну тот. Ну вы помните его, да? Наши войска бегут. Да вы чё, сдурели что ли? В смысле? Наши войска возвращаются. Во, давай, атакуем, атакуем, атакуем. Давай-давай-давай-давай. Во, мужики, хорошо. Враг бежит. Давайте до последнего. Отдаём их в пещеру. Закопаем их в землю. Охренеть. Опустошить. Нахер этих ублюдков. Кварство сета остановлено. Еее. Опустошение земли мухи. Они вообще сейчас будут сосать бибу просто. Оборона четыре. Просто уничтожьте их, блин. Подчинить народ. А можно их уничтожить нахрен? Осмотреть. Да насрать. Я хочу их уничтожить. Как это сделать? Покровительствовать. Мирно подчинить племя. Та, я от тебя умоляю. Аннексировать земли. Открытие вождества нужно. Какого? Я вождь. Блин, ну это не скоро будет. Аннексия присоединения. Так, ну ладно. Короче, тогда подчиняем народ. Подчиняем их нахрен своей воле. А что они думали? Всё им можно? Так, еда у нас есть. Нифига себе. Вот как интересно получится. Давайте тогда развиваться дальше. Так, лён тут есть. Вообще круто. Прекрасно. Так, плюс 0,4. Еды маловато. Не буду пока новых работяг создавать. Блин, классная игра. Ну что, давайте тогда, наверное, подъём какие-то итоги по этой игрушке. Мне дико она понравилась. В обязательном порядке ещё раз поиграем. Закрыт. Нет, стоп. Выход, выход. Обязательном порядке ещё разочек поиграем. Думаю, на стримах. Так что, какие можно сделать выводы по этой игре? Ну, во-первых, плюсы у неё какие? Чё мне в ней понравилось? Визуальный стиль. Он довольно прикольный, необычный такой, сделанный как флэш игры. Но, блин, прикольно выглядит игра. Отличная выглядит. Дальше. Второй плюс. Это звуковые эффекты и музыка. Они очень классно дополняют атмосферу и создают эту атмосферу древнего Египта. Классно это сделано. Вообще офигенно. То есть, аудиовизуальное наполнение в игры просто отличное. Несмотря на то, что эта игра выглядит как флэш игры, да, в своё время выглядели. Дальше. Чё мне в этой игре нравится? Так это её, наверное, разнообразие. Здесь много всего. Здесь есть разные настройки игры, да. То есть, можно разные настройки ставить. Пришельцев, там, мумий и прочего-прочего. Это классно. Здесь есть и какая-то галерея, где можно посмотреть какие-то вот пирамиды, там, описания и прочее. Я так понимаю, они... Экзамены. Это, видимо... О, знание истории древнего Египта. Ля, вообще круто можно будет. Дерс положился Мемфис. Смотрите, тут даже экзамены есть. Можно историческую справку посмотреть. Так, стоп. Я хочу... Отмена, отмена, отмена. Я потом... Я потом почитаю. Прохожу это. Мне сейчас неинтересно. Это круто. Реально круто. Блин. И то, что я вижу, здесь есть кнопочка ВК. Я подозреваю, что разработчики русскоязычные. Это круто сделано. Так, что же у этой игры еще можно записать из плюсов? Ну, в принципе, наверное, все. То есть, у нее есть разнообразие. Оно довольно классное. И, в принципе, вот и артбук есть, и саундтрек, и так далее. Типа, все, что хотите здесь есть. Минусы, какие у этой игры есть? Да даже и не знаю. Вот, по первым, так сказать, получасам игры тяжело сказать, что у нее не так. А какие у нее есть минусы. Обучение есть. В принципе, понятно с первых минут, как в нее играть. Так что, каких-то минусов, наверное, выделить я пока что не могу. Может быть, в процессе игры они и будут всплывать. Но пока что за первые полчаса я их подметить вообще не смог. Мне игра дико понравилась, зашла. Поэтому ожидайте стрима по этой игре. Обязательно порядки сделаем. На этом с плюсами и минусами, наверное, все. Ставлю игре жирнющий египетский палец вверх. Обязательно рекомендую всем в нее поиграть, заценить. Купите игру в стиме. Она довольно классная. Поддержите разработчика монетой. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Пишите игры для рубрики «Мои впечатления» там же в комментариях. Я к вам прислушиваюсь и все комменты читаю. Так что не забывайте их строчить. Если тут впервые, подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Дергайте за колокольчик, чтобы он уведомлял вас о выходе новых видео на канале. Ну и не забывайте переходить по ссылкам в описании. В нашу группу ВК и на наш твич канал, где постоянно проходят прямые трансляции. На этом все. Всем удачи и всем пока, ребят. Еще свидимся.